Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас видео про QR-коды и всё, что с этим связано. Я уже было составил себе текст для этого видео прямо перед записью. Моя жена сообщила мне, что в Телеграме где-то прочла сегодня 13 декабря, что прямо недавно в Госдуме сняли с рассмотрения вопроса введения в России QR-кодов на транспорте. И это, конечно, хорошо, но вот что этому предшествовало, и уж коли текст я составил, то это видео решил выпустить. Я не знаю, как вы, вы напишите об этом потом под видео, а вот я считаю, что в нашей стране, победивший фашизм, немецкий нацизм, вводить QR-коды или любые прочие метки и преследовать людей, ограничивать их права, данные им от рождения, каждому из нас, прикрываясь всякой несусветной чушью, это нацизм и преступление сродни фашизму. А вы как считаете? Далее идём. Казалось бы, это не тема для моих видео, а нет. Физическое и духовное здоровье человека, народа, общества напрямую зависят от справедливости в этом обществе. От отношения власти к своему народу, которая либо представляет народ и защищает его интересы. Но это было возможно только при советской власти, причём образца до 61-го года. Или же защищает интересы только отдельных небольших групп людей и или преследует иные цели. К тому же это моё видео, это моя гражданская позиция, если хотите, крик души, имею право. Я лично новости по телевидению практически не смотрю с утра до ночи в работе, но один зритель мне вчера прислал письмо, по крайней мере я только одно письмо увидел, именно с просьбой сказать своё мнение о том, что в Казани происходит, вернее, происходило не так давно. Ну и хотя прошло две недели, но тема слишком важная, я посмотрел несколько видео, которых сейчас в сети полно и просто ужаснулся. Что устроили эти сегрегаторы? Унижение людей, отрыв людей от производств, от работы, пробки, давки, негатив и протесты. Проверки этих QR-кодов, как во времена Великой Отечественной войны, полицаями на предмет обнаружения партизан или сочувствующего им населения. Драки в общественном транспорте, которые неизбежны из-за вполне естественных протестов и нервов людей. Я пару слов на эту тему и далее сейчас скажу, и вопросы вам, товарищи зрители, задам, и порекомендую несколько видео в этой связи посмотреть. Ссылки будут в описании под этим видео. А вообще мой прогноз таков, К-19 с нами останется и на 22-й год, поздравляю с Новым годом, и на 23-й, и думаю, по крайней мере до выборов 24-го года. А может и навсегда, пока не случится то, что естественным уже образом не отменят этот сатанизм во всем мире, или по крайней мере в нашей стране. Итак, QR-эксперимент начался в Татарстане, как я полагаю, для того, чтобы проверить, как отреагируют люди, и можно ли потом везде вести уже вот эту чертову QR-метку. То есть пропуск, по которому будет разрешаться передвигаться, покупать, а возможно впоследствии и жить. Вообще. Как говорится, лиха беда началу. Татарстан вообще и Казань в частности, это город, как бы так сказать, средний по темпераменту людей. Недаром там ведутся многие проверки и разные социальные эксперименты. Кстати. Так вот, в Казани на входе в метро творилось нечто. Очереди, в которых, кстати, если уж на то пошло, заразиться чем угодно легче всего, и маски тут вообще не защитят. И спрашивается, это что, защита населения от модной болезни, да? И получается сейчас, мол, в Татарстане, а потом по всей России, получается разделение общества на вакцинированных и невакцинированных, это что такое? Одни в правах будут как бы защищены, а другие ограничены? Вопрос по какому закону? И не противоречат ли это Конституции? Если, конечно, из властей кто-то ее еще считает, собственно, высшим законом страны. Конечно, в этом случае только, да. В этой связи вопрос у меня к вам, к зрителям, гражданам. Они пекутся о здоровье людей или преследуют какие-то другие цели, как вы считаете? В этой связи видео обращения к президенту и другим властям. Вот это я рекомендую вам посмотреть. Молодец женщина. Это ее крик души про деление людей и преследование их, про античеловеческие идеи и их воплощение, про лишение людей прав, которые у них есть по праву их рождения. Вот еще видео, как живет Казань, первый город Куар режима. Особо показательные и справедливые слова, просто крик женщины. Про сравнение ситуации с лепрозориями прошлых веков. Вопрос второй. Неужто без Куар-кодов ты человек второго сорта теперь? Это кто вообще такое сказал и кто посмел это вести? С кого все это началось? Кто-то знает? Просветите. Кто предложил это вообще? А сегрегация тут налицо? Тут просто другой термин применить невозможно. Что касается мордобоя, баллончиков в очередях, в этих, в автобусах, ну против контролеров, это плохо, это плохо. Ведь это люди подневольные, такие же граждане, правда вести себя надо тоже, соответственно, порядочно, по-людски. Но люди стали протестовать и как могли, а ведь человека можно довести до всего чего угодно. Вопрос третий. Транспортные коллапсы, которые неизбежно наглядно были показаны в Казани. Это, наверное, польза для экономики страны, которая находится не в лучшем положении, как вы считаете? И кому это выгодно? Помните, в метро в Москве в 20-м году тоже создали пробки? Один день вроде бы или два это подержалось, и власти Москвы быстро ретировались, похватились и отменили. А вот что будет теперь дальше, интересно, и будут ли еще попытки какие-то других регионов, куда дали данные разные полномочия, мол, самоопределение? Что будет дальше? Какие еще будут эксперименты? Посмотрите вот это еще видео, называется, противники Куаркадов собрались у мэрии Казани на стихийный митинг. И вот послушайте отрывочек небольшой сейчас, что говорили полицейские там гражданам, которые вышли просто от безысходности, чтобы защитить свои права по справедливости, спокойно. С кем полиция? Кого она, в общем-то, защищает? Вопрос. Народ против поля! То есть это ущемление нас, как людей, наших прав, абсолютно, по передвижению, по нашей родной стране на самом деле. Там написано «добровольная» с вакцинацией. Граждане, я еще раз упоминаю, отходите, пожалуйста, еще раз упоминаю, у вас идет время, оно истекает. Я вас предупредил, я прошу вас с тем спокойно и мирно разойтись. В противном случае, за нарушение федерального накона 54 ФСЗ предусмотрена административная ответственность до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. И потом, я вот не знаю, конечно, правда это или нет, но вот под тем видео некая Ирина Стрельниченко написала, «Вчера прислали ролик, где Австрия вышла на улицы, ну имеются люди, и полиция с ними на шлеме полицейского надпись «Я против QR-кодов». «В нашей стране полиция и суд существуют для защиты чиновников, насквозь коррумпировано, мужики в форме стыдно за вас», так написала Ирина Стрельниченко. А вот еще есть в сети даже видео с названием «Как казанцы в знак протеста против QR-кодов пришли в суд в тюремных робах». А что, все очень логично. И в этой связи вопрос четвертый. А на чьей стороне сейчас у нас в стране полиция? Ну, по крайней мере, там в Казани, да? И в этой связи, если хотите. А надо ли обратно переименовать полицию в милицию? Ведь есть такое, помните выражение, как вы яхту назовете, так она и поплывет, да? Из известного советского мультфильма. А ведь в этом что-то есть и, по-моему, очень многое. Ведь милиция, согласитесь, звучит совершенно по-другому. От слова «милый». Ну, а полиция почему-то мне, по крайней мере, сразу хочется сказать «полицаи». Отголоски той войны не дают забыть. Генетической памяти, если хотите. Пусть это будет пятый вопрос. Кто разжигает у нас в стране сейчас вот этими действиями гражданскую войну? Вопрос шестой. Вот эти пробки из-за людей, драки, которые спровоцировали в автотранспорте, в автобусах и так далее. И это вообще все для чего? Все для нашего блага? Это борьба с болезнью или это борьба с народом? По крайней мере, такой вывод напрашивается. А Мария Шукшина, к примеру, спрашивает об этом прямо у народа, обращаясь к гражданам в своих видео. Кстати, в нормативно-правовых актах понятия QR-кода нет вовсе. А все дальнейшие меры по принуждению, по введению QR-кодов, это нарушение Конституции однозначно и нарушение шести федеральных законов, как говорят юристы. Кстати, оказывается, как следует из того же интервью из одного видео, если человек каким-то образом без QR-кода попал в автобус, то накладывается на человека, если это выявит власти, 30 тысяч штрафа за одного пассажира. А вот автоперевозчику грозит штраф 500 тысяч за одного человека. Если в автобусе выявят в результате проверки, скажем, 5 человек без QR-кодов, штраф фирме-перевозчику будет 2,5 миллиона рублей. Видите, что творится? То есть таким образом заставляют компании по перевозке самим контролировать и брать на себя роль полиции или, правильнее сказать, надсмотрщиков. А тут все понятно, кто хочет разориться. Вопрос, как людьми манипулируют здесь, разными простыми людьми и бизнесменами. Это что, построение созидательного и сплоченного общества? Вот это я что-то не понимаю, а? А контролеры правильно говорят, мы исполнители. Хотя это, конечно, страшная фраза, ведь такими словами человек как бы расписывается, что из него сделали биоробота. И он вроде бы понимает, что он не прав, а боится потерять работу. Страшно? Это просто не то слово. Вот видео, где выступала Елена Кале, молекулярный биолог, я ее уже упоминал один раз в связи с К-19. Видео называется «Учение в Казани, правда, которую нам не скажут, сенсационное расследование наших журналистов». А в этой связи мне сразу вспомнилось мое видео о законе о принудительной эвакуации. Посмотрите, кто еще не смотрел. Вот это видео, ссылка будет в описании под видео, как всегда. А там говорят в том числе и о некой организации, очень интересной, объединяющей мэров городов разных, так сказать, даже стран мира. Вот как интересно, кстати, в Казани, по-моему, если не ошибаюсь, штаб-квартира одного из главных филиалов этой организации. По их мнению, возврата к старой жизни, привычной жизни у людей уже больше не будет. По их мнению, будет всяческое содействие этой и других организаций введения удаленной работы на вечные времена и дистанционного образования вообще жизни, оторванной от коллектива. Как вы считаете, вопрос седьмой, каков их дальнейший следующий шаг? В этой связи вот это видео «Мама меня родила без QR-кодов», посмотрите. А вообще, дорогие товарищи, эти темы я теперь буду обсуждать только на моем четвертом канале, вот на этом. Подписывайтесь на него обязательно. И, кстати, там очень важные видео уже выложены. Например, вот эти видео, посмотрите их непременно и посмотрите, учтите исторические аналогии связи прошлого с современностью, а они явно прослеживаются. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.